Что такое past simple – прошедшее простое время? Из этого видео вы также узнаете, что такое древние английские глаголы. В предыдущих видео мы с вами прошли все четыре подвида настоящего времени. Если вы не смотрели видео на эту тему, оно находится в плейлисте «Времена в английском языке». И этот плейлист постоянно пополняется. Теперь мы уже дошли до прошедшего времени и рассмотрели past continuous. Сегодня мы разберем past simple – прошедшее простое. Сперва мы рассмотрим, как образуются утвердительные предложения. Нам понадобится правильный смысловой глагол, например, smile – улыбаться, к которому мы добавим окончание – иди. В данном случае мы будем произносить окончание – иди, как звонкий звук – дж. Smiled – дж. Я расскажу в этом видео о том, как произносится окончание – дж в разных случаях. Немножечко попозже. И давайте возьмем обстоятельства, показывающие нам, что время прошедшее простое. Yesterday I smiled yesterday – я улыбалась вчера, либо улыбался вчера. He smiled yesterday – он улыбался вчера. Вместо обстоятельства yesterday могут стоять другие обстоятельства, указывающие, что время прошедшее простое. Это могут быть такие слова, как two minutes ago, three hours ago, last month, last year, four years ago. In 2018 Или по-другому мы можем произнести эту дату, как two thousand eighteen Last night Или мы можем понять по ситуации, что время простое, прошедшее. Например В английском языке существуют правильные и неправильные глаголы. Если глагол правильный, то мы к нему добавляем окончание – иди. Неправильные глаголы – это глаголы, сохранившие свою форму с древнеанглийских времен, поэтому они не подчиняются правилам современного английского языка. О них я расскажу немного попозже. Итак, произношение окончания – иди, которое имеет место быть в правильных глаголах. Здесь нам понадобится знание фонетики. Если вам сложно читать транскрипцию, то на моем канале в плейлисте «Как научиться читать на английском языке» имеет большой смысл посмотреть видео с второго по шестой урок включительно. Из этих видео вы узнаете, как обозначаются фонетические звуки, как они произносятся и что ни в коем случае нельзя делать при произношении английских звуков. Материал изложен максимально доступно. Итак, окончание – иди может произноситься как глухой звук – ч, как звонкий звук – дж или сочетание двух звуков – и дж. От чего это зависит? Если глагол, к которому мы прибавляем окончание, оканчивается на глухой согласный, тогда окончание – иди произносит как глухой звук – ч. Лайкч. Лайкч. В слове лайк – нравится. Звук к на конце слова глухой, поэтому автоматически мы произносим окончание глухо, как глухой звук ч. Лайкч. Брашт. В слове браш – расчесывать, чистить щеткой. Последний звук – ш – глухой, поэтому окончание – иди мы произносим как глухой звук ч. Брашт. Если глагол, к которому мы прибавляем окончание, оканчивается на звонкий согласный или гласный, тогда окончание – иди произносится звонко, как звонкий звук дж. Лисен дж. Лисен – слушать. В слове лисен конечный звук н – звонкий, поэтому окончание – иди мы произносим как звонкий звук дж. Лисен дж. Лисен дж. Лотче дж. Соединение букв и а фонетически дает гласный звук э в конце слова лотче – плевать. Поэтому окончание – иди мы будем произносить как звонкий звук дж. Лотче дж. И третий вариант – произношение окончания – иди. Если глагол, к которому мы прибавляем окончание, оканчивается на звук ч или дж, то окончание – иди произносится как комбинация двух звуков – и дж. Пейнтедж. Глагол пейнтж – рисовать заканчивается на звук ч, поэтому окончание – иди мы произносим как идж. Пейнтедж. Дисайдедж. Глагол дисайдж – решать оканчивается на звук дж, поэтому окончание – иди мы произносим как идж. А теперь поговорим о неправильных глаголах. Как же нам узнать, какой глагол является правильным, а какой – нет? Какому глаголу можно прибавлять в прошедшем простом времени окончание – иди, а какому – нет? Вы, скорее всего, не раз видели таблицу неправильных глаголов. В большинстве стран она имеет три колонки. Но, например, в Норвегии, как я с этим столкнулась, таблица неправильных глаголов состоит из четырех колонок. Она включает в себя еще колонку с глаголами в Present Simple в настоящем простом времени. В оксфордских, кембриджских, а также в российских учебниках всего три колонки. Поэтому для примера я возьму таблицу, состоящую из трех колонок. Итак, irregular verbs – неправильные глаголы. В первой колонке мы видим начальную форму – base form – это инфинитив. Инфинитив – это начальная, не личная форма глагола, которая отвечает на вопрос «что делать?». Например, bring – приносить – это инфинитив. Во второй колонке мы видим past form – прошедшую форму, которая отвечает на вопрос «что делал?», «что сделал?», «что делал?», «что сделал?». И в третьей колонке мы видим past participle – причастие прошедшего времени, который отвечает на вопрос «какой?». В данном случае вторая и третья колонки у нас совпадают. Build – строить. Build – что сделал? Построил. Или «что делал?», «строил». Build – построенный. В основной таблице обычно содержится около 120 ходовых неправильных глаголов в зависимости от учебника, от уровня изучения английского языка. Но на самом деле их намного больше. Все эти глаголы и их формы нужно заучивать наизусть. Так, методом исключения мы понимаем, когда нам встречается правильный глагол, а когда нет. То есть, если глагол отсутствует в таблице неправильных глаголов, то глагол правильный, и мы прибавляем к нему окончание «иде» при необходимости. Например, как в нашем случае в прошедшем простом времени. Итак, если нам встречается неправильный глагол, то для построения предложения в простом прошедшем времени мы берем его из таблицы из второй колонки. Например, неправильный глагол drink – пить. Для построения предложения в простом прошедшем времени мы взяли глагол drank из второй колонки. Теперь перейдем к вопросительным предложениям. Для вопроса нам понадобится вспомогательный глагол did и начальная форма глагола из первой колонки – drink. Did the cat drink milk yesterday? Кот пил молоко вчера. Вспомогательный глагол did подходит для любых местоимений, для любого подлежащего. Вместо слова catch может стоять любое другое слово, обозначающее предмет. Любое личное местоимение, например. Теперь рассмотрим, как строить вопросы с правильным глаголом, который имеет в прошедшем простом времени окончание –иди. Для вопроса нам понадобится вспомогательный глагол did и начальная форма глагола – это глагол jump. Обратите внимание, он без окончания. Если нам нужно построить специальный вопрос, а не общий, то мы просто перед общим вопросом поставим нужное вопросительное слово. Например, how – как. Как щенок прыгал вчера. Целая схема построения вопросительного предложения в Past Simple выглядит так. Если мы берем вопросительное слово, которое является подлежащим, то вопрос строится как утвердительное предложение, только с вопросительной интонацией. Таким словом может быть who или what. The alien flew yesterday. Инопланетянин летал вчера. Who flew yesterday? Кто летал вчера? Или what flew yesterday? Что летало вчера? А теперь рассмотрим, как образуются отрицательные предложения. Для этого нам понадобится отрицательная частица not, которую мы поставим после вспомогательного глагола did. I did not smile yesterday. Я не улыбался вчера, не улыбалась вчера. He did not smile yesterday. Он не улыбался вчера. И так далее. Обратите внимание на отсутствие окончания в смысловом глаголе. О том, что перед нами Past Simple говорит вспомогательный глагол did. Полную форму частицы not используют редко. Обычно для усиления отрицательного смысла предложения или для того, чтобы предложение звучало более выразительно. Ну и, конечно, на начальном этапе обучения. В начальной школе, либо когда вы только узнаете, что такое Past Simple. В обычной речи частицу not сокращают. Did not превращается в didn't. I didn't smile yesterday. He didn't smile yesterday. She didn't smile yesterday. И так далее. Мы уже с вами говорили в предыдущих видео, что в английском языке три основных времени, которые, в свою очередь, подразделяются ещё на четыре. Мы рассмотрели все четыре вида настоящего времени, а также два прошедших времени. Следующее время, которое мы будем рассматривать, это Past Perfect – прошедшее, совершенное. Все видео о временах я складываю в плейлист «Времена в английском языке». Вы всегда можете вернуться туда и пересмотреть их при необходимости. С вами была Оксана Ромашкина. Буду рада вашим лайкам. Изучайте английский язык с удовольствием. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok